художники эгоисты я думаю нет наверно все-таки индивидуалисты так можно сказать что люди в какой-то мере закрыты потому как вряд ли какое-то искусство ну я не считаю там контепорары арт которые там прибывание прибывание гвоздями органов на красной площади там не совсем считаю искусством и которая рассчитана именно для широкой публики а творение акт творения любого произведения искусства настоящим она все-таки требует тишины уединения и такой закрытой обстановки которые таким вот образом как воспринимается бога в своей жизни как вот строгого отца или все-таки как учителя наставника доброго какого-то ну я думаю что добрых учителей и не должно быть все-таки он может быть где-то строгим как и и любой отец где-то строгим где-то нежным и в книге написано что сотворил господь по образу духу своего своему человека то есть он создал его изначально творцом просто у кого-то меньше у кого-то больше талантов кто-то потеряла кто-то приумножил поэтому тут если расценивать его как учителя то наверное все таки больше и любви и строгости но чтобы без строгости без какого-то страха божий творится так раза есть то наверное не будет и любви потому что страх должен быть с любовью потому что страх не через жестокость а страх через величие ощущение того что от него это было что твой дар именно от него вот это наверное самое главное есть картин 1 была навеяна событиями 92 года здесь у нас приднестровье очень тяжелая картина при том она возникла уже где-то через год после этих кровавых событий и уже потом по прошествии лет люди когда смотрели на эту картину они ощущали вот то что мы переживали здесь у нас эти эти младенцы плачущие эти школьники закрыты и в то же время у меня есть еще одна картина которая предвидела под те события которые были 92 работа была создана не помню то ли восемьдесят шестом то ли восемьдесят седьмом году и буквально через два-три уже не помню просто год и и создание события просто чуть ли не один к одному то есть там началось с языковой проблемы и закончилась просто вот выдиранием языков в раздиранием глоток и люди перестали иметь человеческие облака облика превращаться в каких-то монстров которые топчут все не выходя из этого благодатного стола позволяете себе критиковать коллег не то что критиковать наверное давать оценку действий ну это нормально принципе для любого человека наверное если бы явила абсолютно монашеский образ жизни работа над вот смиренностью то наверное и бы я пытался вот как-то вот по-другому довести но я стараюсь но конечно же иногда тем более по складу своего характера и довольно таки взрывной я быстро отхожу потом но тем не менее молчит а потом извиниться мы живем уже давно в этом творческом тандеме и при этом являясь в общем-то художниками с каждый собственным лицом и если так можно сказать разным творческим лицом если погони не знаю фамилии никогда не скажешь это как бы вот они живут в одной комнате в одномастерской работы ты зачастую ругаются по поводу каких-то картину но тем не менее я бы сказал так что каждая моя картина которая создана была в совместном проживании с кем то соавтором может быть моя супруг потому что нет наверно ни одного произведения где бы она не помогла мне не раскритиковала не похвалила не дала совет какой-то действительно такой профессиональный совет и зачастую я прислушиваю а иногда я не прислушиваю было так пару раз если ты не переделаешь я рублю эту работу это было это уже когда ну до меня же не доходит аргумент ну то брати на это внимание тогда понимаешь что да надо что-то тут делать отворачиваю работу и уже подхожу к ней через какое-то время ваш права женщина была права как-то держим вот этот нейтралитет и те кто в наших кругах тоже старается независимо от своих политических взглядов наши бывают довольно таки кардинальные то все таки понимают что вот этот политика это то что нас когда-то объединил искусство и культура так давайте оставаться культурными людьми творческим культурными людьми а политика она такой проходящий что понимает что-то проходящие там сегодня однознат родовой то есть как-то более спокойно искусство все-таки на побеждали если искусство есть отражение общества а общество я имею ввиду не только нынешние а вот те пласты исторические и есть это настоящее искусство которое зижится на истории на культуре своих предков на том архиве знаний которые вот вот появилась на этой земле тем более учитывая нынешнюю ситуацию когда нас можно действительно назвать каким-то сгустком энергии мы есть мы можем говорить и нас у нас есть силы у нас есть чем можем сказать что да мы есть у нас искусство созданы на базе вот этой вот территории которой живут люди уже сотни лет вот эти вот 40 на 200 километров но тем не менее именно вот это вот почему это история этот исторический пласт дал возможность родить вот те произведения которые могут стать лицом нашей страны